Ваша книга посвящена отражению истории довоенных спецслужб в работах исследователей, но на самом деле ее можно читать как книгу о сегодняшнем дне, когда советская версия истории, если не побеждает полностью, то воскресает, подчас в очень странных комических формах, воскресает при покровительстве властей, и вы называете этот процесс реваншем архаизма. Книга посвящена не только прошлому, но и сегодняшнему дню, и в ней есть несомненная тревога о том, что сейчас происходит. Верно я ее интерпретирую? Совершенно верно. И спецслужбы в истории России и раньше были гипертрофированы, и сегодня их совершенно особое значение, тоже вне сомнения, поэтому актуальность книги повышенная. Ну вот две линии, с одной стороны, идут параллельно, да, с одной стороны, стал за последние 25 лет доступен огромный массив данных о массовых преступлениях, с другой стороны, и эта тенденция, наверное, последнего десятилетия или двух десятилетий, возникает тенденция, несмотря ни на что, вопреки всем фактам, ограничить работу исследователей. И тут я процитирую вас. Сегодняшняя российская власть, ранее колебавшаяся между авторитаризмом и демократией и дававшая противоречивые сигналы обществу, склонилась к жесткому варианту управления социумом и вытекающему из него контролю над изучением прошлого. Вы могли бы привести примеры, чтобы нашим слушателям было понятно, как это делается, как этот контроль осуществляется? Можно сказать, что мнение президента является очень важным для нашей власти, и он озвучивает ту концепцию, которая уже давно популярна, и она, кстати, начала еще с ельцинских времен воспроизводиться все более активно. То, что сегодняшняя власть, ну и также якобы и общество, это наследники великой исторической традиции, в которой примерно равны и дореволюционные достижения, и послереволюционные тоже. Поэтому, исходя вот из известного афоризма о том, что никто пути пройденного у нас не отберет, мы должны максимально бережно сегодня относиться к своей истории и ни в коем случае не подвергать слишком резкой критике какие-то действительно неудобные моменты. И желательно их ни в коем случае не называть преступлениями, и, например, именно поэтому мы официально не признаем, например, факта оккупации прибалтийских государств, потому что боимся выставления официальных финансовых претензий. Также и во взаимоотношениях с Польшей мы тоже стараемся не признавать, так скажем, ответственности конкретной тех людей, которые, например, расстреливали поляков своими собственными руками. И сегодня данные об этих лицах сознательно не передаются польской стороне, потому что, дескать, родственники обидятся, и им будет неприятно узнать, что дедушка или прадедушка зарабатывал свой хлеб, держа в руке нагревшийся от выстрелов наган. Вот таким образом история у нас специально актуализируется, поскольку власти считают, что она должна быть прежде всего служанкой текущей политики и обслуживать сиюминутные потребности этой власти. Достаточно зайти в любой книжный магазин и увидеть десятки, если не сотни книг, посвященных реабилитации фактически сталинизма, если называть вещи своими именами. И здесь очень любопытно, вот в той огромной библиографии, которую вы приводите, анализируете, скажем, упоминание о скандальном учебнике Барсенкова и Вдовина, да, в котором говорилось о том, что сталинский террор и его жертвы — это удары по потенциалу пятой колонны. Или вот такой пример, который вы тоже приводите, как работа профессора Старкова, который в 90-е годы резко отзывался об истории ВЧК и НКВД, а потом просто поменял свою точку зрения и стал обвинять критиков сталинщины в антипатриотизме и выступал против, как он выражается, стихийного рассекречивания документов спецслужб. Наверное, таких примеров очень много. К сожалению, да. Но, по крайней мере, когда мы говорим о изучении органов госбезопасности с научных позиций, мы можем, с одной стороны, видеть профессиональные работы, в которых можно, конечно, видеть индивидуальные отличия исследователей, одни из которых, скажем, настроены более критически, другим важнее подчеркнуть конструктивную сторону деятельности органов госбезопасности и таким образом соблюсти, как им кажется, более полную объективность. Но наряду с этим существуют две, так скажем, отрасли изучения истории ВЧК КГБ, так скажем, пониженной научной ценности. С одной стороны, это работы обычных гражданских историков, которые исходят из современной точки зрения властей, для которых органы госбезопасности исключительно важны и ценны. И они поэтому, вот как Старков и некоторые другие, отходят от своих прежних критических оценок. А с другой стороны, есть работы, которые, скажем, просто непрофессиональны. И, несмотря на то, что их пишут остепененные люди, там можно до сих пор прочитать какие-то удивительные вещи. Например, о том, что пятилетка первая была выполнена в 4 года и 3 месяца, то есть точно так же, как это было заявлено в начале 30-х годов. А с другой стороны, еще существует такой оазис, можно сказать, сталинистских представлений, как ведомственная историография. То есть те книги и статьи, которые пишут сами чекисты, действующие, чаще всего отставные, люди, как правило, с юридическим или каким-то иным, а не историческим образованием. И вот они, имея зачастую монопольный доступ к интереснейшим документам госбезопасности, их интерпретируют чрезвычайно своеобразно. А многие из них даже не способны никакой интерпретации, а только повторяют выводы 20-х, 30-х, 40-х годов из тех документов, которые они раскопали в архиве. И они заимствуют некритически те оценки событий, личностей и так далее, которые были даны чекистами ленинско-сталинского периода. И таким образом историк, который занимается сегодня отображением деятельности органов советской госбезопасности, должен очень осторожно относиться вот к этим произведениям, которые, с одной стороны, дают уникальные, зачастую архивные, фактические сведения, а с другой стороны, повторяют вот эти расковыченные мнения тогдашних специалистов политического сыска и не понимают даже, что, мягко говоря, советский язык – это совершенно особая вселенная, которая деформировала мир так, как это нужно было власти. И все эти выражения вроде «кулак», «социально опасный элемент», «империалистическая угроза» и тому подобные идеологически нагруженные словесные конструкции сегодня никоим образом не могут быть образцом для использования специалистами. Таким образом, в историографии мы видим, с одной стороны, довольно ограниченное количество историков, которые очень серьезно этим занимаются, немало количества историков, которые творят мифы, и ведомственных историков, которые вынуждены, или, по крайней мере, следуя своим убеждениям, творят эти мифы с каким-то особым удовольствием. Но, тем не менее, ведомственные источники бывают очень ценные. Вы ссылаетесь на один из них – это вестник КГБ СССР, ведомственный журнал, выпускавшийся в 59-91 годах, и он рассекречен Службой безопасности Украины и дает обширный материал исследователям. Совершенно верно. Благодаря открытости украинских архивов любой исследователь может знакомиться и спокойно копировать те документы, которые из Москвы циркулярным образом рассылались по всем регионам, включая огромный украинский. И это не только, скажем, вот этот вестник КГБ, но и, например, какие-то обвинительные материалы по крупным политическим делам, которые вот в качестве примера рассылались по всем областным управлениям и которые в России недоступны. Или, например, это интереснейшие ведомственные учебники по следственной работе, по тюремному содержанию, о том, как следует следить за заключенными, каким образом подсылать к ним специальных внутрикамерных агентов и прочие вот эти чисто оперативные тонкости, которые до сих пор являются с точки зрения, скажем, наших работников ФСБ и МВД большой ведомственной тайной, поскольку якобы широкий читатель совершенно об этом не осведомлен, хотя можно найти много опубликованных изданий, в которых ветераны, скажем, внешней разведки ГРУ давно расписали, как, например, нужно ставить службу безопасности какой-нибудь крупной компании и как нужно внедрять свои источники или вербовать их в соперничающие компании. Это именно опыт спецслужб, который сейчас востребован в огромном количестве, скажем, частных подразделений каких-то. Я говорил не так давно с Андреем Коготом, главой архива СБУ, который наверняка вам знаком, и он как раз рассказывал о том, как после событий 2014 года, после Майдана, в Украине сложилась совершенно идеальная ситуация с архивами спецслужб, и каждый человек может, любой гражданин может фактически посмотреть любое дело, вне зависимости от того, какая была степень секретности у него в советские времена, и никаких ограничений нет. Это действительно так, и действительно ли это такая революция в той сфере, которой вы занимаетесь? Это действительно революция, и сейчас буквально косяком иностранные специалисты со всех континентов едут в Киев и испытывают там иногда трудности из-за того, что читальный зал крошечный, там 10 посадочных мест, вот, поэтому не всегда, скажем, человека с улицы туда сразу быстро пустят, поскольку там объем работы большой, и архив был в прошлые, по крайней мере, годы, когда я там побывал, загружен весьма специфической работой по ответам соответствующих ведомств о том, насколько лояльны те или иные чиновники после, вот, ухода Януковича. Но, что касается доступа, то там можно спокойно действительно не просто читать, но и фотографировать те дела, которые вы заказали, и я своими глазами видел американского профессора, который пишет историю КГБ Украины, и у него по левую руку на столе гормоздится несколько папок с следственным делом на крупного деятеля украинского сопротивления 60-х, 70-х годов, а по правую руку такие же толстые тома с материалами агентурной разработки этого человека. То есть это документы такой степени секретности, которые у нас сгорят, а не покажут, вот, а украинцы могут работать с ними свободно. Хотя, конечно, значительная часть документов госбезопасности Украины была в начале 90-х перебазирована в Москву, но парадоксальным образом это больше коснулось, например, каких-то документов 20-х, начала 30-х годов, ну и, наверное, там определенных картотек агентуры и каких-то других более поздних актуальных материалов. Но все-таки то, что есть, а там помимо Центрального архива есть еще и два десятка областных подобных архивов, это, конечно, для исследователей имеет исключительное значение. И вот сейчас многие советологи, исследователи, значит, Ленинско-Сталинского и даже Хрущевско-Брежневского периодов едут в Киев и работают с действительно документами, которые у нас считаются документами высшей степени секретности. Ну вот тут совершенно парадоксальные бывают случаи, вы знаете, конечно, вот эту историю с Семеном Прудовским, да, когда в России документ признан секретным, а в Украине обнародован, опубликован, и выясняется, что документ-то совершенно невинный, в общем, ничем не отличается от рассекреченных, и его закрытие вообще невозможно объяснить логически. Вы наверняка с такими ситуациями тоже сталкивались. Когда имеешь дело со спецслужбами, часто логика где-то отдыхает, и ее совершенно незаметно, и, к сожалению, мало надежд на то, что ее будут как-то принимать во внимание. Мягко говоря, работники ФСБ не обременены избытком исторической информации. Они вот на этот документ, который вы упомянули, смотрят со своей точки зрения. Там упомянуты разоблаченные, значит, японские шпионы, причем цитируется целый ряд подобных выдержек из следственных дел. И с их точки зрения ведомственной, ну, не может же быть все это неправдой. Значит, что-то там такое было, и, соответственно, с формальной точки зрения, спецслужба не может расшифровывать какие-то вот эти агентурно-оперативные тонкости своей работы, и на этом основании она избегает гласности. Ну и опять-таки тут чиновничий классический подход. Если ничего не покажешь, тебя не накажут. А если вдруг ты что-то показал, даже безобидное, а потом какой-нибудь начальник придрался, то у тебя будут неприятности. К сожалению, такая логика и в государственных архивах присутствует, а не только в чекистских. И это, конечно, осложняет работу исследователей. Ну вот я из вашей книги узнал, что в России находятся историки, или скорее люди, называющие себя историками, которые выступают против рассекречивания всех архивов, и, как вот процитирую вас, пишут о недопустимости расширения источниковой базы советского периода за счет секретных когда-то документов КГБ и КПСС. Это совершенно парадоксально для специалиста. Есть специалисты и есть специалисты. Часть из них считает, что действительно документы госбезопасности это важная государственная тайна. И если, скажем, они относятся не к сталинскому времени, а более позднему, то здесь нужно очень строго следить за процедурами рассекречивания. А, например, известный историк и политический деятель эпохи перестройки Дмитрий Волкогонов, он накопировал в партийных и государственных архивах довольно большое количество очень ценных и интересных документов. И после его смерти эти документы были переданы в библиотеку Конгресса США, микрофильмированы, и с ними может знакомиться любой человек. А там есть документы даже первой половины 80-х годов, которые, ну, конечно, не являются подрывом каких-то основ госбезопасности, но формально они не прошли процедуру рассекречивания. И вот на основании этого есть точка зрения, ну, к счастью, она не очень распространена, о том, что действительно слишком много было рассекречено, и сейчас нужно на это обращать больше внимания. И ФСБ обращает, она фактически сейчас запрещает знакомиться с реабилитационными материалами на лиц, которые были осуждены при Сталине, потому что там уже документы 50-х, 60-х годов, и они, например, цитируют различные там материалы секретных сотрудников, называют агентуру и содержат подробности, которые зачастую гораздо более ценны, чем те фальсифицированные протоколы допросов 30-х годов, которые составляют основное содержание данного дела. И вот таким образом сейчас в архивах закрывают эти части следственных дел, ну, в тех сравнительно немногих, скажем, областных архивах ФСБ, которые еще контактируют с исследователями. И это, конечно, мягко говоря, очень сильно мешает. Но, с другой стороны, на настоящий момент у тысяч людей есть свои маленькие, средние, иногда и большие личные архивы, которые позволяют и сегодня плодотворно работать над этой темой, столь вот сложной в источниковом отношении. Алексей Георгиевич, давайте объясним нашим слушателям, что именно, мы, конечно, не можем, так сказать, все перечислить, да, но примерно по направлениям, что именно сейчас засекречено, к чему вы не можете получить доступ? Гораздо проще сказать, к чему можно получить доступ. Можно получить доступ к прекращенным следственным делам на лиц, которые были реабилитированы. Причем только на документы, которые с точки зрения современных чекистов не имеют оперативного значения, вот безобидны с точки зрения того, что там не упоминаются, скажем, реальные фамилии агентов, ну или тех, кто слишком откровенно вел себя на следствии и фактически помогал чекистам погубить тех или иных невинных людей. Все остальное, то есть делопроизводство, переписка с центром, центра с регионами, приказы по основной деятельности. Наконец, такой интересный материал, как следственные дела на нереабилитированных чекистов, которые были наказаны, особенно перед войной, именно за усердие в репрессиях. И вот у нас запрещен в связи с этой нормой, то, что дела нереабилитированных являются секретом, у нас нельзя получить дела, скажем, и на просто уголовных преступников в архивах МВД, и в том числе вот на преступников из числа чекистов, и их, так сказать, честь до сих пор сохраняется. И вот сейчас реализовывается интереснейший проект, основанный прежде всего на украинских архивах, который позволяет получить очень значимые научные данные благодаря внимательному изучению десятков дел на наказанных в конце 30-х, начале 40-х годов чекистов, включая таких крупных людей, как начальники областных управлений, их заместители. И вот только что вышел объемистый сборник «Чекисты на скамье подсудимых», он в Москве продается, и там подробно проанализированы в более чем десятке статей, некоторые из которых более ста страниц. Вот эти наиболее интересные дела из украинских, но частично и из московских, и из грузинских архивов. Поэтому уже сейчас можно видеть очень большую отдачу от рассекреченных, скажем, и на Украине, и, допустим, в Грузии, документов, которые позволяют компенсировать сложность доступа к ним в России. Ну вот это интересный вопрос. Сколько было репрессировано непосредственно самих палачей, непосредственно самих чекистов? Ведь была такая дезинформация, которую в свое время придумали Бобков и Чебриков, которые говорили, что было репрессировано более 20 тысяч самих чекистов. Сколько на самом деле? Да, они взяли формальную сумму осужденных работников НКВД за 1935-1940 годы, а в состав НКВД входила и милиция, и ЗАГС, и пожарная охрана, и их было гораздо больше, чем чекистов-оперативников. Реально же вот на январь 1937 года в составе органов госбезопасности было 25 тысяч человек, которые, по-нашему говоря, были офицерами госбезопасности и выполняли роль следователей и агентуристов. И, соответственно, большая их часть была уволена в период 1937-1940 годов, не меньше 70, наверное, процентов, даже, наверное, больше. Но только часть из них была репрессирована. В общей сложности подверглись репрессиям примерно 4 с небольшим тысячи человек вот за эти 36-41 годы. И среди них было примерно человек 500 чистых уголовников, которых привлекали за различные чисто коррупционные и прочие преступления. А остальные были осуждены, с одной стороны, и как враги народа троцкисты, скажем, или там связанные как-то с другими врагами народа, а часть были осуждены как нарушители советской законности. И фактически было расстреляно, ну, не более полутора, может быть, двух тысяч чекистов. То есть чистка среди них была не очень жестокая, и главный метод воздействия – это было увольнение. А уволенный чекист очень часто возвращался в систему, в штрафные подразделения, скажем, работал где-нибудь в ГУЛАГе, в Глуши, как правило, без перспективы хорошей карьеры, но, по крайней мере, он пользовался большими ведомственными привилегиями. Либо они очень хорошо устраивались в различных секретных подразделениях в гражданских структурах, в так называемых спецотделах, вот этих кадровых подразделениях, которые в любом крупном учреждении или на заводе существовали и контролировали персонал. Это вот была такая классика устройства чекиста-пенсионера или даже уволенного после каких-то больших злоупотреблений. Система своих берегла, и таким образом в ней всегда существовала фигура чекиста-штрафника и фигура чекиста-отставника, который зачастую мог быть там, скажем, и директором малого театра, и занимать другие должности, скажем, оргсекретаря Московского отделения Союза писателей, как генерал Ильин, генерал МГБ и так далее. Я очень хорошо помню, как в конце 91-го года, когда при Бакатине КГБ пытался показать, что это уже совершенно новая такая организация, да, они приглашали журналистов к себе, устраивали пресс-конференции, такие свободные разговоры, и вообще всячески демонстрировали открытость. И при этом там сохранялся, вот в этом зале, куда нас всех приглашали, в том числе корреспондентов Радио Свобода, что сейчас совершенно немыслимо, да, там сохранялся такой маленький портретик Дзержинского, да, и на вопрос, почему его не сняли, представитель КГБ отвечал, что все-таки это было до Сталина, Дзержинский был не людоед, тогда репрессий не было. Вы пишете совершенно о другом, что очень высокий уровень репрессивности ранней советской политики, начиная с 1918 года, еще недостаточно оценили. Я знаю, что ваш доклад на конференции «История сталинизма», которая сейчас закончилась, как раз был посвящен вот этому раннему периоду, в Дальневосточной республике. Расскажите, пожалуйста, о своих исследованиях. Я изучаю весь ленинско-сталинский период истории органов госбезопасности, и в том числе мне удалось найти очень интересные источники вот по первому периоду их деятельности, который современные чекисты до сих пор считают героическим, когда были заложены основы, и когда большинство чекистов были, безусловно, вот этими людьми с горячим сердцем, холодной головой и чистыми-пречистыми руками. Хотя на самом деле чекистские органы формировались в основном из всякого сброда, с очень густой примесью и авантюристов, и криминальных элементов, и были очень большие возможности из-за недостаточного контроля, поскольку тогда центральная власть была слаба, и на периферии в органах ЧК ГПУ творились страшные вещи. Документов об этом очень много, и зачастую для этого не нужно лезть в закрытые архивы госбезопасности. В партийных советских государственных архивах, которые давно рассекречены, и в которых до сих пор можно свободно рыться, масса примеров совершенно диких преступлений, огромного количества вот этих чекистов первого призыва, среди которых людей с поврежденной психикой, а также людей корыстных, авантюрных, был очень внушительный процент. И они были самые активные, они были самые заметные. И это рождало такой очень специфический образ людей, которые населяли губернские чрезвычайные комиссии, уездные. Среди них, кстати, в первый период после Октябрьской революции было довольно мало коммунистов, и это были в основном так называемые сочувствующие. Их принимали в партию уже, когда они там работали. И, допустим, какой-нибудь там начальник Верхнеудинского областного отдела, вот это в Восточной Сибири, тогда это была территория Дальневосточной республики, мог спокойно на заседании Дальневосточного бюро ЦК партии, оправдывая широкое применение пыток, заявлять, например, что вот электрическая машинка, которую они использовали, от нее гораздо больше, так скажем, пользы, чем вреда. И вообще это не пытка, а как он выразился, это просто смех. И комиссия там фиксировала огромное количество тяжело избитых людей, и, по сути дела, никакого наказания не последовало. И, кстати, сама власть, допустим, Дальневосточной республики своих чекистов оценивала максимально негативно, и между собой спокойно говорила о том, что это бандитский орган, и, соответственно, периодически пыталась его чистить, но, как правило, больших успехов не достигала, поскольку был симбиоз политической власти и политической полиции. И, как и Ленин, и Дзержинский говорили с самого начала, органы ВЧК действуют как прямые органы партии, являясь их логическим продолжением. Поэтому это была совершенно особая спецслужба с особым статусом, и этот статус был чрезвычайно высок, в результате чего сама власть была, что называется, простукачена, и, несмотря на формальные запреты, чекисты активно вербовали агентуру даже в аппарате ЦК партии в 30-е годы, и, таким образом, они о себе докладывали вышестоящим партийно-государственным инстанциям то, что считали нужным, а вот о партийно-государственных чиновников знали все. А вот эти репрессии в Сибири и на Дальнем Востоке были особо жестокими и безумными, или были другие регионы, в которых еще больше изверства творились? Вы знаете, чем дальше от центра, тем, как правило, более жестокими и неконтролируемыми были чекисты. Это относится и к Средней Азии, и Казахстану. И, кстати, чекисты Украины уже в 1919 году, когда они весной 1919 создали на контролируемой большевиками территории Украины первые губернские уездные чека, они были настолько криминализированы, что их в ряде случаев разгоняли сами части Красной Армии, не выдерживая вот этих бесконтрольных расстрелов, реквизиций, пьянства. И был целый ряд случаев, когда вот войска разгоняли уездные чека, убивали даже часть вот этих самых чекистов. И в архиве, в Государственном архиве Российской Федерации есть очень ценный фонд Дениткинской комиссии, которая после бегства летом 1919 года большевиков с Украины подробно документировала зверства губернских чека. Судебно-медицинские эксперты официально вскрывали найденные захоронения и фиксировали там огромное количество страшно изуродованных трупов, в том числе обезглавленных, обожженных и так далее. И это показывает, что элемент садизма в деятельности чекистов первого призыва имел очень большое значение. Ну а уж их грабительство и мародерство было просто притчей во языцах. Ну вот я говорил с исследователями, которые работали сейчас в архивах СБУ Украины и смотрели вот эти новые рассекреченные документы и спрашивал их, были ли какие-то свидетельства настолько шокирующие, что их просто невозможно читать неподготовленному человеку. И да, говорили, что такие документы есть, особенно связанные с голодомором, с каннибализмом, с страшной смертью целых деревень и так далее. Наверняка и вы за 30 лет работы в российских архивах тоже встречали такие документы. Конечно, документы, что называется, не для слабонервных встречаются более чем часто. И с моей точки зрения, самые впечатляющие документы это те, которые повествуют о процедуре исполнения смертных приговоров, поскольку с самого начала в органах госбезопасности сложилась традиция такого предельно глумливого, циничного отношения к обреченным людям. Как правило, их перед тем, как расстрелять или прикончить каким-то другим способом, что очень часто практиковалось, их очень жестоко избивали. Понятно, что их имущество присваивалось. Женщин очень часто молодых и привлекательных насиловали. Зачастую вместо расстрела использовались какие-то особо жестокие способы уничтожения. Кого-то душили, кого-то, как скажем, в Житомире жгли паяльной лампой, мстя за попытку побега, например. Ну или, например, в том же Житомире обреченных по 200-250 человек ночью выстраивали перед расстрельной командой и убивали по очереди вот на глазах у этих ждущих своей очереди людей. И это, так скажем, самое меньшее, что можно сказать. Такое впечатление, что садизмом была поражена очень значительная часть сотрудников. А с другой стороны, руководство чекистских органов считало необходимым вот эту процедуру крещения кровью, чтобы каждый оперативник в 20-е и 30-е годы, насчет 40-х, не знаю, прошел через личное участие в казнях. Таким образом выяснялось, готов ли он к настоящей чекистской работе. И эту работу, кстати, сам Сталин именовал не без уважения черновой работой. И вот о роли и высоком ведомственном уважении к исполнителям приговоров говорит тот факт, что они изначально понимались высшей властью как максимально лояльные люди, которым можно, например, поручить охрану вождей. И охранниками и Ленина, и Сталина были профессиональные исполнители приговоров, которые в свободное время ехали на Лубянку и стреляли в затылок тому, кому надо. Вы цитируете Александра Хьезера, террор проводила и поддерживала вся страна. Это было невиданное в истории самоистребление. Способен ли историк объяснить причины этого явления? Или тут нужен какой-то другой специалист, может быть, психиатр? Ну, видите ли, всякая гражданская война порождает запредельную жестокость, распад привычных моральных представлений. И в России это затянулось потому, что власть именно натравливала одну часть общества на другую и делала это с исключительным успехом. Поэтому, когда мы говорим о том, что действительно террор пользовался достаточно широкой поддержкой населения, мы должны понимать, что все это результат совершенно конкретных действий власти, которая изо всех сил демонизировала так называемых врагов народа и поощряла тех, кто будет их как можно более активно преследовать, разоблачать, а также преследовать и их, например, родственников, из-за чего реальное количество пострадавших от государственных репрессий, конечно, неизмеримо больше, чем официально приводимые цифры, потому что люди десятилетиями были, так скажем, в касте отверженных и не могли себя очень часто реализовывать из-за сопротивления государства, которое четко в анкетах требовало указывать наличие репрессированных родственников. Ну вот вы пишете, что смысл массовых репрессий, особенно Большого террора 37-38 годов, ускользал не только от понимания современников, но и исследователей, поскольку репрессировались зачастую абсолютно лояльные режиму люди. Я честно вам скажу, что не могу сформулировать, есть много версий, почему действительно террор принял такие масштабы и почему репрессировались люди, которые не представляли абсолютно никакой угрозы и не участвовали ни в какой антисталинской деятельности. Есть ли у вас однозначный ответ на этот вопрос? Это один из сложнейших вопросов, потому что историки к настоящему времени уже неплохо представляют себе, как производился террор, но активно спорят на вопросы о причинах этого террора, потому что для нормального сознания действительно не укладываются вот эти репрессивные акции, смысл того, чтобы в 37-38 годах за полтора года уничтожить около миллиона человек, среди которых был значительный процент действительно людей, которые не представляли даже потенциальной опасности для государства. Но террор для большевиков, как я считаю, был вот такой универсальной отмычкой ко всем проблемам, и он не только физически истреблял и устрашал, он благодаря вот этому устрашению держал в повиновении и саму номенклатуру, заставлял ее следить, доносить друг за другом, и периодически, скажем, вот эта клановая система, которая складывалась вокруг известных вождей, разбивалась вот насильственным образом, и таким образом получалось, что постоянно под угрозой уничтожения находятся абсолютно все. В этом, кстати, причина, что сразу после смерти Сталина практически мгновенно, сколько-нибудь серьезные репрессии были прекращены, это было сделано вот хрущевским и ленковским руководством исключительно из соображений безопасности личной, и поэтому все поддержали, и больше вот таких террористических безобразий в советской истории не повторялось. Ну вот вы цитируете Владимира Булдакова книгу «Красная смута», который пишет о том, что НКВД, особенно его гулаговская часть, пополнялась настоящими подонками общества, и это был такой кадровый состав, который был лишен вообще традиционных нравственно-психологических сдержек для грязной работы. Я думаю, может быть, этим объясняется все, что просто уголовники как бы пришли к власти, и невозможно искать в их действиях какой-то ясной логики. Вы знаете, это были особые уголовники, которые пришли к власти в 1917 году, это были высокоидейные уголовники, которые считали, что для их замечательной коммунистической идеи не может существовать никаких моральных препятствий, поэтому они так активно опирались на криминал, видя в нем людей энергичных, которые ни перед чем не остановятся. Если мы читаем переписку Ленина, Троцкого, Дзержинского периода гражданской войны, мы там постоянно видим рефрен «Найдите людей потверже, найдите таких», потому что их было недостаточно для того государства репрессивного, которое сразу же стало выстраиваться и требовало совершенно особых кадров. И вот деятельность органов госбезопасности, а фактически тайной политической полиции, конечно, это как раз вот иллюстрация того, сколько вот таких людей, готовых на все, зачастую с неполноценной психикой, было найдено, а также было воспитано из совершенно нормальных людей, которые, попадая в органы ВЧК НКВД, проникались очень быстро вот этой вседозволенностью и требованием, как вот это было зафиксировано в официальных наградных представлениях, беспощадной борьбы с контрреволюцией. Требовалась именно беспощадность, и те, кто ее не обеспечивал, скажем, отказался идти в расстрельной команде, те не могли рассчитывать на карьеру. Хотя и уволиться из органов было сложно, потому что считалось, что уходит человек, которого уже ознакомили с тем, что он должен делать. Вербовать, допрашивать и расстреливать. Алексей Георгиевич, мы с вами говорим в последний день работы научной конференции «История сталинизма», где вы встречались с коллегами из разных стран, занимающихся этой бесконечной темой. Были ли ваши, были ли какие-то сообщения, которые вам показались выдающимися? К сожалению, я бы сейчас выразился более осторожно. Ощущается дефицит новых идей, и конференция как раз зафиксировала, так скажем, углубленную разработку того, что в принципе достаточно известно. А каких-то прорывных идей пока с ними сложно, и вот эти ограничения, конечно, на работу с документами очень мешают, например, вглубь копать. И вот, например, совершенно случайно, можно сказать, недавно выяснился такой интересный факт, что во время шахтинского процесса, известного в 1928 году над инженерами-вредителями, когда было официально приговорено к расстрелу, и сообщалось, что расстреляно пять человек из там 50 обвиняемых. Так вот, выяснилось, что двое из них были секретным образом помилованы и потом работали в так называемых шарашках. То есть вот интереснейшие какие-то факты всплывают, но какие-то новые идеи пока, так скажем, не очень заметны. Но такие паузы в изучении каких-то крупных исторических проблем – это нормально. И в принципе накопление фактического материала, которое все-таки идет интенсивно, поскольку сотни историков в России работают над этой темой, через какое-то время, конечно же, позволят сделать прорывы, которые позволят напомнить себе ситуацию, скажем, 90-х и начало 2000-х годов, богатых на концепции. Помимо богатства концепции, ведь в то время в архивах спецслужб были обнаружены рукописи неизвестных произведений великих писателей, репрессированных, Клюева в частности, и Хармса и так далее. Может ли случиться, что... Или дневник Булгакова. Да, совершенно верно. Может, то, что Виталий Шанталинский тогда публиковал и многие другие исследователи, может ли случиться, что до сих пор в архивах хранятся неопубликованные вот такие великие рукописи, документы? И сталкивались ли вы когда-нибудь в течение вот этих 25 лет своей работы с чем-то подобным? Или уже надежды почти нет? Все-таки я недостаточно знаю архивы госбезопасности, чтобы уверенно ответить на этот вопрос. Но, конечно, надежда есть, поскольку выяснялось, например, что рукописи Андрея Платонова, которые отсутствовали в его личном архиве, или рукописи знаменитого гуманитария-философа Лосева, были обнаружены именно в чекистских архивах. И, понимаете, эти архивы все-таки очень велики. Это в центральном аппарате еще многие десятки тысяч дел вот в Лубянском архиве, которые лежат, и которые, конечно, не просмотрены как следует. Находок там будет, я думаю, все равно очень много чрезвычайно интересных. Ну, а я, так скажем, находил самые интересные личные документы, которые, например, касались дневниковых записей самих чекистов, которые позволяют очень, так скажем, получить интересную информацию о их внутреннем мире, о котором до сих пор, конечно, известно очень мало. Что касается художественных произведений, то периодически они попадаются. И, например, вот мой коллега нашел очень интересные рассказы бывшего вице-губернатора Якутии Дмитрия Тизенгаузена, который делал наброски о быте сибирской деревни 20-х годов, очень яркие, они опубликованы, к счастью, в альманахе «Голоса Сибири», и они дают замечательный интересный срез быта. И наверняка вот таких похищенных у авторов произведений или изъятых при аресте, не говоря уж о дневниках, переписке, еще очень и очень много и в Центральном архиве, и в десятках региональных архивах ФСБ, а, возможно, и в архивах МВД что-то можно найти, а они закрыты и еще более глухо, чем ФСБшные. Поэтому, конечно, есть надежда найти какие-то потрясающие сенсации. Будем надеяться. Вы знаете, возможно, что сейчас в Цветаеведении произошла такая маленькая сенсация, найдена метрическая запись о рождении и крещении Марины Цветаевой. Этот документ искали 30 лет и вот случайно абсолютно обнаружили. Есть ли в области, которую вы изучаете, вот такой документ или документы, о существовании которых известно или можно предположить, но найти его не удается или доступ закрыт? Это сложный вопрос, мне нечего ответить конкретно. Но вот я, например, могу привести очень интересный пример, который поможет комментаторам Мастера и Маргариты. Вы знаете, что там есть очень яркий эпизод с тем, как одного из героев, Никанор Ивановича Басова, везут в специальный театр и заставляют его под идеологическим воздействием, силой искусства признаться в том, что у него есть валютные ценности, и сдать их. Так вот, я нашел в мемуарах одного крупного чекиста сведения о том, что в Ленинграде в начале 30-х годов действительно существовала практика бывших Непманов везти в ведомственный закрытый клуб ОГПУ и там вот их обрабатывать с помощью соответствующих агентов. И тех, кто, скажем, к вечеру не соглашался сдать ценности, их уже увозили в тюрьму. Так что вот пока в биографиях Булгакова указано, что были люди, которые его упрекали за то, что он так мягко изобразил вот эту дикую кампанию первой половины 30-х годов по отъему ценностей у сколько-нибудь зажиточных людей. А на самом деле он пользовался какими-то вот слухами, которые имели под собой абсолютно, так скажем, реальную основу. Это, мне кажется, интересная находка. Меня заинтересовало ваше замечание, что вы обнаружили дневники чекистов, в которых раскрывается внутренний мир этих людей. Вы могли бы рассказать подробнее, что это за дневники и какие тайны хранит этот внутренний мир? Ну, один из них – это дневник молодого сибирского чекиста из Минусинска, активного комсомольца, сироты, которого именно как молодого преданного будущего коммуниста взяли в органы госбезопасности, в секретный отдел следить за политической ссылкой. А он как раз в это время присоединился к внутрипартийной оппозиции и очень, так скажем, фанатично защищал свою точку зрения, а товарищи его сначала пытались убедить, а когда увидели, что он тверд в убеждениях, они его спровоцировали сначала административный арест и увольнение по статье о служебной непригодности. И этот документ характерен такой фанатичной убежденностью этого чекиста. С одной стороны, вот в правоте взглядов оппозиции, а с другой стороны, он совершенно не сомневается в том, что служба в органах – это очень почетное дело. И потом он работал в такой параллельной органам госбезопасности структуре, как союз воинствующих безбожников. И уже в 30-х годах писал, что он, как секретарь этого отделения в одной из сибирских областей с органами НКВД, связан, как он написал, органически, и встречаюсь с их представителями несколько раз в десятидневку. А другой фрагмент, к сожалению, уже дневника, который сохранился в следственном деле на одного из алтайских чекистов в середине 30-х годов, отражал как раз его глубокое разочарование в своей работе, потому что он с огорчением писал, что вот ему пришлось допрашивать человека, который украл в колхозе немного продуктов, и соглашался с его аргументацией, что у него большая семья, на трудодни он ничего не получает, поэтому был вынужден украсть хлеб. И он пишет, что вот мы сами растим преступления, а потом с ним боремся. И там дальше идут фразы о том, что он чувствует себя попавшим в омуте, чувствует, что все, что он делает, это что-то ненужное, и у него же возникает неприязнь к работе и к тем, кто работает в НКВД. Вот такие интересные штрихи. Алексей Георгиевич, вы уже много лет занимаетесь этой темой, опубликовали много работ, книг, статей. Почему вы ей заинтересовались? Что было мотивом побудительным? И связана ли эта история с историей вашей семьи? С историей семьи связана опосредованно, поскольку у меня и со стороны отца, и с материнской стороны предки из числа белых эмигрантов, которые жили в Маньчжурии, и вот когда Хрущев разрешил в 1954 году им вернуться, они приехали. Но, так скажем, когда я учился в университете, то это был период гласности, перестройки, и я обратил внимание на газеты 30-х годов, и вот это шокирующее ощущение, когда газетные заголовки кричат о том, что нужно расстрелять проклятых врагов народа, это вот произвело на меня сильнейшее впечатление, и я стал искать сначала людей, которые были репрессированы по различным источникам, делал свою картотеку. Сам я занимался другой интересной темой, продовольственным снабжением в годы войны, и мне удалось найти впервые данные о смертности значительной от голода в тыловых городах, когда там в крупных областных центрах умирало примерно по тысяче человек в год от истощения по официальным диагнозам. Но потом в 90-х годах я увидел, что пока я жду, чтобы другие люди написали правду, я, видимо, этого не дождусь, и нужно самому идти в архивы, если хочешь что-то узнать по-настоящему подробно. И вот в архивах, в партийно-государственных, я с удивлением увидел колоссальный объем информации на эту тему. И сначала я занимался больше персоналиями чекистов, и у меня были скромные, так скажем, идеи сделать такой вот справочник по сибирским чекистам. Но обилие материала позволило мне стать специалистом в целом по истории органов госбезопасности. И в этой теме даже вот через четверть века я вижу очень много неисследованного, неисследованного, и надеюсь, что еще ни одна книга у меня выйдет на эти острые и, в принципе, востребованные общественностью темы. Ну вот вы совершенно справедливо замечаете, что изучение к сталинского периода и вообще довоенного периода советских спецслужб позволяет получить выводы актуальные и для дальнейшего периода, и даже для современности, да? Вы видите эту преемственность в 21 веке? Ну, достаточно вот этого молитвенного отношения современных чекистов к фигуре Дзержинского. То, что само слово «чекист», то есть работник чрезвычайного органа является для них опять-таки почетным. Понятно, что здесь очень глубокая связь, генетическая, поскольку и современные спецслужбы не всегда считают нужным считаться законностью, активно занимаются политическим сыском, и это, так скажем, мешает развитию нашего гражданского общества. У нас силовые структуры имеют такое гипертрофированное значение и активно этим пользуются, и перспективы в этом смысле не очень радостные. И поэтому я, как представитель общества, считаю своим долгом по возможности раскапывать то, что специально от общественности прячут. Алексей Георгиевич, вы изучаете спецслужбы. Не изучают ли спецслужбы вас за эти годы? Вы не обращали внимания на какой-то повышенный интерес к вашей персоне? Может быть, слежка или даже угроза или что-нибудь подобное? Нет, ничего подобного не было. Я не представляю какой-то угрозы для современных чекистов, и они, так скажем, очень немногих историков, к сожалению, так скажем, почтили своим недоброжелательным вниманием. Они считают, что если исследователи отсечь от основных, так скажем, источников, то этого будет вполне достаточно. И наоборот, я даже, комментируя один из томов чекистских документов в серии публикации, где были собраны информационные сводки, был признан ими, что называется, за своего и смог поработать в Центральном архиве ФСБ, пока вот в последние годы они не перестали в основном сотрудничать с независимыми исследователями, и там некоторые проекты, к сожалению, были прекращены, поскольку Центральный архив ФСБ был до последних лет, ну, более или менее активным в публикации довольно большого количества документов. Это нужно учитывать. Сейчас вот там поменялся начальник архива, может быть, и изменится публикаторская политика. Посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан 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 Продолжение следует...